Итак, дорогие друзья, в этом году 50 лет фестивалю Woodstock. Это культовый фестиваль, номер один во всей истории рок-н-ролла или рок-музыки. Он не такой был подготовлен, он был абсолютно спонтанный, но его знает весь мир, хотя после него было очень много других фестивалей, которые продолжают традиции рок-н-ролла много лет. Woodstock один раз прошел, потом отмечают 25 лет и 30 лет, это в 1994 и в 1999 году. Потом Майкл Ланг, один из организаторов, их 4 человека, двое идей, придумали организацию фестивалей, двое профинансировали. Но фестиваль отличается от других тем, что он спонтанный, он вырос вот так вот, бах, поехали, поехали. Вся Америка съехалась, полмиллиона человек, пробки на 50-70 миль, ни одного полицейского, ни воды, ни туалетов, ни еды, но все были сплочены тем духом эпохи хиппи, эпохи сексуальной революции и теми переменами, которые были тогда в Америке. Это уникальное явление, и в этом году 150 лет планировали, конечно, отметить в Америке. 100 миллионов долларов Майкл Ланг нашел. Сделали громадную рекламу, но за две недели до фестиваля аннулировали. Американские власти не побоялись не справиться со столпотворением, которое планировалось на фестивале. Но Россия, матушка, будем проводить 50 лет в уступку, и мы ответим Америке, протянем руку дружбы, руку музыки, руку рок-н-ролла и создадим тот мост, который объединяет страны и континенты. Политики разъединяют, музыка объединяет. И вот эта глобальная история должна пойти от нас. Это чисто, это порыв души, порыв нашего сознания, порыв рок-музыки, настоящей рок-музыки. Я не говорю про другие направления, не буду сейчас их характеризовать некрасивыми словами. И на нашем фестивале уже мы собрали под наши знамены 52 коллектива на 4 сценах. Нон-стоп, 12 часов будет идти фестиваль. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Всех ждем 14 сентября в Золотом городе. Все детали на сайте RussianVoodstop.ru. Удачи, рок-н-ролл форевер. Субтитры создавал DimaTorzok